Всем привет, мы с вами продолжаем играть в Atomic Society. Как помните, в прошлом выпуске мы с вами улучшили защиту нашего поселения, то есть у нас теперь везде есть охрана с оружием. Помимо этого, мы стали заниматься здравоохранением и также поставили дом престарелых. Уже 9% наших поселенцев довольны тем, что здесь происходит. 10%. Так вот, к чему всё это я веду? Когда я стал выходить из игры, у меня появилось посередине экрана надписи, это уже было не записано, то, что мои поселенцы стали создавать семьи. То есть я так понимаю, что в ближайшее время у меня может даже появиться дети в нашем поселении. Давайте вообще... Нет, это не то, я хотел открыть на самом деле статистики. Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. У нас с вами по-прежнему нету ни одной матери, у нас с вами нету ни одного новорождённого ребёнка. И кстати, у нас уже вовсю идёт третий год, у нас вот-вот будет 200 поселенцев, то есть по идее рейдеры должны напасть. Но будем надеяться, что мы сможем их отбить. Плюс мы с вами поставили двух химиков, здесь есть проблема с фруктами и овощами, потому что они их прям расходуют сволочи нереально быстро. Что влияет на самом деле на пищу. Это реально влияет на нашу пищу. То есть у нас с вами есть только одно ранчо, которое производит мясо и несколько теплиц. То есть нужно будет сегодня вот этим заняться в этом выпуске. Давайте посмотрим, что у нас вообще происходит с медициной. Где-то здесь должна быть медицина произведённая. Да, хоуммейт медицин, её вообще нету. Потихонечку появляются фрукты и овощи и тут же исчезают. Моментально прям, по двенашке появились, исчезли, появились, исчезли. То есть нам с вами нужно обязательно в первую очередь, наверное, поставить ещё одну теплицу. Давайте это сделаем. Переходим сюда и ставим с вами гринхаус. То есть теплицу. Пускай стоит где-то вот здесь вот. Тоже под защитой. Плюс, наверное, отправим нашего лидера, чтобы он добывал ресурсы. Что нам нужно? Нам нужен металл. Я тебя понял. Нам нужен металл. Побежал добывать металл вот сюда. Я надеюсь, что там ещё что-то осталось. Очень сложно в этот столб дурацкий попасть. Пожалуйста, попади в неё. Побежал. Секундочку. Инвентарь лидера полон. Хорошо. Давай тогда беги обратно, скидывай ресурсы сюда. А где мой лидер-то? Вот он он. Хорошо, давай. Пожалуйста, скидывай. Посмотрим, что у него вообще в инвентаре сейчас есть. Что он там таскает? А у него как раз там металлы был. Ну, давай-ка ты сгоняй, наверное. Всё-таки собери ещё металла, потому что металл нам пригодится. Побежал. Всё, отлично. С этим разобрались. Также, раз у нас с вами... Секундочку. Давайте откроем сейчас склад. Раз у нас с вами всё хорошо с защитой, поищем здесь произведённое оружие. Да, сделаны в домашних условиях 9 единиц. И у нас, естественно, здесь оружейники во всём работают. То есть, мы на самом деле здесь можем закрыть вот это вот дело. Одного из оружейников. То есть, не уволить... Ну, то есть, как бы не разрушить его, а просто вот это вот сделать. Раз. Мы убираем с вами здесь всех рабочих абсолютно отсюда. Раз. Здесь никаких рабочих нам не нужно. Здесь у нас что происходит? Ну, хотя бы пускай ещё одну единичку оружия произведут. Давайте побыстрее включим. Так. И помимо теплицы... Теплица строится. Помимо теплицы я хотел посмотреть... Секундочку. У нас нету свободных рабочих. Почему? Да нет, всё в порядке. У нас есть свободные рабочие. Как раз сейчас уволил четверых. Плюс я так думаю, что нам не мешало бы поставить ещё один дом престарелых вот здесь. Пускай будет два. У нас это даст ещё больше надежды на лучшее будущее нашим поселенцам. Я так понимаю, что ты уже притащил металл? Ммм... Притащил. Хорошо. А чё ты его не скидываешь? Нет, скинул всё хорошо. Просто металл быстро расходуется. Я тебя понял. Побежал тогда снова собирать. Побежал снова собирать. Здесь у нас что происходит? Оружейку произвели? Давай посмотрим. Да, оружейку произвели. Можно это дело всё закрывать. Нам здесь больше рабочие сейчас не нужны. Здесь у нас идёт строительство вовсю. Всё в порядке, в принципе. Куда будем расширяться с вами? Я думал в ту дальнюю сторону расширяться. Но типа... Нет, нет, нет. Наверное будем расширяться куда-нибудь сюда. Потому что здесь довольно-таки ровная площадка. То есть нам с вами так и так понадобится здесь где-то поставить ещё одну вышку с охраной. Где он у меня сейчас стоит? Вот здесь вот, да? И даёт вот это вот покрытие. То есть нам где-то вот здесь нужно поставить вышку с охраной. Давайте именно так и сделаем. Переходим сюда. Вышка охраны. Наверное пойдёт вот так вот. Хорошо. Всё у нас будет под защитой. Кстати, этого друга нашего отправляем обратно на базу, потому что он всё собрал. Здесь нам рабочие не нужны. Поселенцев 196. Ещё чуть-чуть и мы перевалим за 200 поселенцев. Это реально круто. Я не знаю. На нас рейдеры какие-то придут нападать или нет? Кстати, вот знаете, что меня немножко раздражает? Что здесь нету стен. Было бы прикольно, если бы можно было соорудить стены. Так, у нас дом престарелых строится. Секундочку. Секунда-секунда. У меня такое ощущение, что я что-то отпускаю. Что-то там ещё было интересное. Смотрите. У нас с вами 200 поселенцев. И снова приходят вот эти вот рабы. Короче, жители нашего поселения просят меня, чтобы я решил всё мирно. Они смотрят на меня и ждут моего решения. Пришли рейдеры. И рейдеры говорят, что мы типа, ну, не выполнили их требований. И если мы хотим решить всё мирно, мы должны отдать им части наших ресурсов. Но, ну, рейдеры пришли с оружием. И они были, кстати, ну, здесь написано это, что они очень удивлены размером нашего поселения. Но, честно говоря, нет. Я буду сражаться с ними. Пошли нафиг. Забудьте об этом. Вам лучше сейчас уйти. Если вы на нас нападёте, мы можем о себе позаботиться. Они сказали, что придут и преподадут нам урок. Ну-ну, давайте-давайте. Я посмотрю на это. Нужно будет побольше вышек поставить. И вот здесь нужно будет обязательно ещё одну вышку, наверное, влепить. Хотя, на самом деле, если они придут куда-то сюда, я, наверное, всё это просто уберу. Итак, пожалуйста, что мы с тобой будем делать? Я сейчас подумаю. Подожди. У нас с тобой 28 металла. А чё ты... Чё ты скинул металл? Да, ты скинул металл. Но я сейчас не понял. Может быть, здесь ресурсы закончились? Да, там просто закончились ресурсы. Тогда, пожалуйста, беги вот туда. Там ничего нету. А вот там вот рядышком. Там металл есть? Есть. Побежал туда. Хорошо. У нас 83-й день 3-го года. Хорошо. Здесь у нас с вами строится вышка. Дальше здесь у нас будут ещё теплицы. И вот, ещё один дом престарелых. Рабочие? Рабочие есть. 226 поселенцев. 226. А это говорит о том, что нам сейчас не хватает туалетов и домов. Секундочку. По туалетам. Давайте сначала это решим. Поставим один туалет вот здесь вот. Где-то вот здесь вот. Дальше посмотрим, насколько у нас на 89% нашего поселения хватает туалетов. И по поводу домов. Не очень люди довольны нашими домами. В принципе, довольны, но не супер-пупер. Я предлагаю позаботиться немножко их комфортом и поставить несколько люксовых домиков. Вот таких вот небольших. Пускай они будут строиться где-то... Пускай они будут стоять где-то вот здесь. Вот здесь у нас склад. И люди частенько забирают из складов нужные им ресурсы. Что там происходит? Это госпиталь, да? То есть у нас дома будут рядом с госпиталем. Ты там как? Собираешь металл потихонечку. Ладно, давай, собирай. Так. Тихо, тихо, тихо. Ожидайте атаку рейдеров со дня на день. Ожидайте атаку рейдеров со дня на день. Хорошо, я тебя понял. Давайте отправим его домой. 23 единицы нам хватит. Здесь у нас с тобой еще одна вышка охраны. Нам не хватает рабочих. Как так не хватает рабочих? Почему у меня 223 человека в поселении? Камон. Почему мне не хватает рабочих? Досадно. Ладно, будем. Будем ждать, когда появится рабочий. Но пока что это не страшно. Давайте сохранимся. Я предлагаю сохраниться. Итак, небольшая группа рейдеров напала на наш город. Здесь написано, что любая защита, башня защиты, охраны, в которой есть оружие, будет защищаться от урона. Соответственно, это была первая из двух атак. И у нас было защищено 59 наших зданий. А, то есть у нас в принципе... Мы отбили атаку. То есть самое главное, чтобы... Секундочку. Вот это, пожалуйста, закрой. А, я понял, я понял, я понял. Не нужно эскепт нажимать. Так вот. Самое главное, чтобы наши здания были под защитой. Хорошо, я тебя понял. Здесь у нас... Дружище, пожалуйста. Где? Где рабочий? Нету свободных рабочих, братан. Нету, да? Я тебя понял, ладно. Знаете, что еще нужно сделать? Честно говоря, нужно поставить еще одно ранчо. Но это уже когда вот здесь вот будет хоть какая-то защита. Хотя с другой стороны, подожди. У нас есть ресурсы, и никто мне не мешает это сделать прямо сейчас. Но давай вот здесь вот ранчо поставим. Потому что нам нужно мясо. Нам очень нужно мясо. У нас, у нашего лидера заполнен инвентарь. Отправляем лидера домой, он все собрал. 195 поселенцев. Давай, дружище, помоги в строительстве, пожалуйста. Построй здесь ранчо. Здесь у нас дом. В доме может жить не очень много людей, но зато здесь очень большой комфорт в этом доме. Ну давай еще один дом построим. Почему бы нет? Может быть, наличие вот таких вот комфортных домов, комфортабельных, будет привлекать больше людей к нам. Ты куда побежал сейчас? Давай помогай строить. Пожалуйста. Что-то такое. Нормально. Вторая атака отбита. И между вот этими атаками и следующей атакой будет довольно-таки большой промежуток. То есть мы сейчас можем выдохнуть спокойно. В ближайшее время они к нам не придут. Но я так понимаю, что вот этот аспект разработчик еще будет доделывать. И может быть, ведет рейдеров в плане вот то, что они прям приходить будут. Потому что, как видите, пока что этого не происходит. Пока что это вот просто видеоотчетов. Хорошо, я тебя понял. Я думал, что это будет чуть-чуть поинтереснее сделано. Но, в принципе, и так неплохо. Давай как-нибудь вот так вот поставим. Не могу здесь. Этот дурацкий столб мешает. Я не знаю, можно ли его отсюда убрать вообще, а? Нет, нельзя. Ладно, хорошо. Давай, пожалуйста, еще вот этот дом построю. Я прям хочу поднять уровень жилья в своем поселении. Может быть, это лучше будет влиять на нужды моих граждан. И, то есть, может, больше надежды будет. Может, в люксовых домах у людей будут появляться дети и будут появляться семьи. Но на самом деле нам нужно заниматься вплотную медициной, едой и водой. А может, и развлечениями. Как вариант. Но, правда, рабочих не хватает на развлечения. Сейчас нам хотя бы разобраться вот с этим. Смотри, здесь у нас ноль из четырех. Ноль из четырех пока что, да. А почему ноль из четырех требуемых орудий? А почему так? У нас же с тобой... Homemade. Ну, давай закрафтим им еще. Смотри, там есть люди, но... Как странно. Смотри, закрафтим им еще оружие. Потому что у нас есть оружие в складах. Но, типа, вот сюда оно не приходит. Ладно. Немножечко сейчас подзакрафтим. У нас с вами появляются еще домики. Это будет влиять на этот показатель. И, надеюсь, на количество вообще поселенцев. Это мы с вами разобрались. Теперь по складам и по ресурсам. Что у нас там? Камень. Камень будет заканчиваться скоро. Я отсюда могу собрать камень? Здесь вообще ничего не осталось. Здесь все собрано. Опять приходят рейдеры и говорят, что давайте закончим воевать. Давайте решим это как взрослые люди. Бла-бла-бла. Но, на самом деле, пошли вы в задницу. Окей. Мы будем противостоять им. Будем противостоять им постоянно. Так вот. Что у нас с вами происходит? У нас с вами 244 поселенца. И нужно заняться сейчас туалетами. Еще один туалет пошел вот сюда. То есть, у нас что здесь с тобой? Четыре из четырех. Все хорошо. Они... Ну, почему-то я не знаю. Почему-то никогда этого оружия не было. Сейчас оружие есть. Пускай оружие производится хоть как-то. Так. Ты где? Бежишь. Беги. Молодец. Собирай то, что там. Собирай камни. С этим мы все решили. Здесь у нас с тобой будет туалет. Это даст достаточное количество на все наше поселение. Да? Потому что сейчас на 93%. По домам что? Дома чуть-чуть получше стали. Еда, вода. Угу. Я понял. Бежишь обратно. Я понял. Хорошо. Нам вот здесь нужны с тобой рабочие. Но мне не хватает рук. У нас с тобой прям жесточайшая нехватка рабочей силы. Просто невероятная. Почему так? В последние месяцы было два убитых. Четыре активных действия по работорговле. Три суицида. Что это такое? Невиновного опять убили за каннибализм. Пять абортов. Семь гомосексуалистов. Девять каннибалов. Вегетарианцев двенадцать. Но нам нужно что-то с вами решить с абортами. Честно говоря, это вообще такая штука странная. Опять они напали. Ничего не сделали нам плохого. Это такая штука, блин. Палка о двух концах на самом деле. Потому что, ну, типа... Ну что мы можем сделать с абортами? Женщины не хотят рожать вот в таких условиях. Это я все понимаю. Я не хочу их принуждать к этому делу. Но нам действительно нужны... Нам нужны дети в нашем поселении. Чтобы у нас поселение начало процветать. А не угасать постоянно. Честно говоря, мне абсолютно не хочется принимать это ужасное решение по поводу абортов. Также у нас есть проблемы с гомосексуальностью. С рабством. Давайте с рабством пока что решим проблему. Да, мы все атаки отбили. Замечательно. Маленькое тюремное заключение будет за рабство. Да, давайте. Давайте. Пускай и так будет. Потому что... Ну, хватит. Мне сейчас нужны новые рабочие. А если кого-то загоняет в рабство, то он больше никогда не может быть рабочим. Так что... Хорош, ребят. Хорош. Мне нужны рабочие. Прям очень сильно нужны. У меня не хватает рабочих для теплицы. И не хватает рабочих для этого ранчо. Хорошо, хоть есть кому защищать наше поселение. 233 человека сейчас. Туалет был готов. И может наше поселение обеспечить на 250 человек. Давайте прям сразу еще один построим. Потому что эта штука нужная. И рядом с туалетом здесь мы еще поставим один крематорий. Потому что тоже штукенция, безусловно, очень-очень нужна. Ну что, наконец-то появляются рабочие. Смотри, здесь... Ну, то есть... Не максимальное количество, конечно, рабочих. Но хоть что-то. Хоть что-то. Здесь пойдет производство. Дальше здесь тоже появляются рабочие. То есть теплица начала функционировать. 254 человека у нас с вами. Сюда нужно обязательно. Раз. Нету рабочих, я тебя понимаю. Скоро появится. Здесь туалет достраивают. Скоро у нас и это с вами все в порядке будет. По домам. Мне интересно посмотреть, как выглядят эти люксовые дома. Ну, я прям даже не знаю, прям люксовый или не люксовый. Ну, что-то типа того. Неплохое место. Хорошо. На самом деле мы сейчас с вами полностью построили функционирующее поселение. Только единственный момент, что у нас до сих пор проблемы есть с надеждой наших людей. На лучшее будущее, так скажем. Да, в надежде на лучшее будущее. Дальше. Нам, естественно, нужно побольше теплиц. Чтобы они производили больше продукции. Потому что пока что по нулям из этой продукции делались медикаменты. Медикаменты делаются. То есть, в принципе, все в порядке. Но я так понимаю, что нам этих медикаментов не хватает. То есть у нас даже нету на складах. По нулям все. Кстати, ты как там? Ты все принес, да? То есть у нас с тобой есть на данный момент абсолютно все. Но чего? Может быть взять, да построить. На сколько вот людей вот это здание? Хотел посмотреть вот это вот. На сколько людей вот это здание? Подожди. На 15 людей. То есть смотри, у нас с тобой здесь получается 60 человек живут. И здесь живет 160, да? 4 по 4. 160. Идите за ним. 160 и 60 это 220. А нам нужно еще. Давайте еще одну такую высотку построим. Потому что все равно другого выхода нету. Я предлагаю просто воткнуть вот сюда еще одну высоточку. Она же под защитой? Да, она под защитой. Плюс, может быть, стоит заняться еще и водой. Но нужно будет строить вот только вот такие вот сборщики воды. Потому что это более выгодно в плане рабочих рук. Давай, построим еще вот это здесь. Все хорошо. С этим разобрались. Так, ты у нас здесь тусишь. Я тебя понял. Нам нужен еще металл. Нам нужна древесина. Но побежал. Что делать? Побежал собирать вот оттуда. 269 поселенцев. Прикинь. 269 поселенцев. Обалдеть. Но максимум может быть 350. То есть больше 350 мы с тобой никак не выполним. И, кстати, да. Смотри, у нас есть галочка первая. То, что наше поселение полностью защищено от рейдеров. Также здесь есть вот эти вот задания. То, что у нас рейтинг надежды должен быть 30%. У нас должно быть 350 выживших. Дальше мы должны принять 6 законов. И все 5 базовых нужных, базовых вот этих показателей нашего города должны быть выше 50%. Ну, слушай, ну, этим, конечно, будем заниматься. Но это не так-то просто. Это на самом деле не так просто. Самое главное, в первую очередь, это вода, еда, медицина. Я считаю, что так, да? Но смотри. Я же не принимал закона, связанного с абортами, да? Но у нас с тобой появляется первых 7 детей в нашем поселении. Это очень хорошо. Скоро нападут рейдеры. Мне вообще наплевать. Это прям очень-очень хорошо. 7 детей. Это что такое? Количество абортов. У нас вообще абортов нету сейчас. Напали. У нас все под защитой. Идите в задницу. Вы мне абсолютно теперь не страшны. С рабочими пока что все очень плохо в поселении. Но может быть, когда у нас вот это раньше начнет приносить наконец-то еду. Потому что сейчас здесь работает только один человек. И знаете, что вот не хватает этой игре? Я только что понял. Здесь не хватает очень серьезно приоритетов. Вот если бы можно было на какие-то здания расставлять приоритеты, было бы гораздо, ну, гораздо проще играть. Опять напали рейдеры и идут просто максимально в задницу. От рейдеров у нас с вами полная защита. Дальше. По ресурсам. Ты все притащил. Все хорошо. Дерево, металл, камни. Дом. Кстати, а дом-то построился? Дом построился. То есть у нас с тобой 5 это 200. И здесь 60. 260. А у нас 252. Ну, замечательно. С этим вообще никаких проблем. Осталось просто подождать, когда у нас будет достаточное количество людей. И чтобы вот еще и сюда могли трудоустроиться. И вот здесь можно посмотреть, сколько у меня вообще. Смотри. У меня 177 взрослых. 9 стариков. Все хорошо там собирает. Кстати, если не ошибаюсь, один дом престарелых может... Да, он рассчитан на 10 человек. Так что нам двух пока что хватит. У нас с вами 7 стариков. 43 ребенка. То есть вот когда вот эти дети повзрослеют, то у нас с вами появится рабочая сила. Умерло тысячи человек. Приматюрли. То есть, ну, преждевременно. У нас довольно-таки большая проблема с моралью у людей. То есть нам нужны именно таверны, либо там театры, церкви. И у нас довольно-таки большая проблема с едой. Опять нападают рейдеры. Нам нужно решать проблему с едой. Это самая большая проблема в поселении, которая есть. Нам нужно продолжать строить теплицу и продолжать решать эту проблему. Потому что если мы это не сделаем, у нас все будет невероятно плохо здесь. То есть мы с тобой даже поставим сейчас 2 теплицы. Еще одну теплицу вот сюда. Даже 3 теплицы. Ставим просто теплицу по максимуму Еще одну теплицу вот сюда Пускай строят, пускай, пускай, это очень важно Это одна из самых важных вещей, которые сейчас есть По большому счету у нас сейчас все хорошо Я думаю, что в ближайшее время появится Достаточно количество рабочих У нас появляются с вами опять трупы В основная причина это то, что мне кажется нехватка еды Потому что слишком много людей И у нас слишком мало еды Но я думаю, что мы с вами поставим в следующем выпуске еще пару Наверное два раньше поставим, да Еще несколько теплиц И этим как раз решим проблему с едой Пока что на этом все, если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк У нас, как видите, все хорошо в плане рейдеров Больше они для нас не проблема Я сейчас убрал всех рабочих из этого дома престарелых Потому что нам пока что одного хватает Вы сами видели, что у нас не так много стариков И нам, безусловно, очень сильно нужны рабочие вот сюда Рабочие нужны вот сюда Дальше в эту теплицу И когда построится вот эта теплица, тоже нужно сюда Ну и естественно в крематоре, потому что трупики валяются Но не знаю, справятся эти крематории или нет Кстати, а пока что давай-ка мы вот так вот сделаем Отключим поиск рабочих сюда Потому что, да вроде справляются Кое-как, но справляется крематория На этом, наверное, этот выпуск завершим Будем в следующем выпуске в первую очередь решать проблему с едой Потому что это сейчас самые низкие у нас показатели в нашей деревне Нужно обязательно его как можно быстрее решить Я так думаю, что, ну, когда у нас в ранче придут еще дополнительные рабочие Может быть еще парочку поставим То все будет хорошо На этом все Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски по этой игре А даже другим играм У нас получается выживать У нас получилось отбить все атаки рейдеров То есть с этим никаких проблем Ну а продолжать уже будем в своем следующем выпуске Так что не забывайте подписываться, чтобы его не пропустить На этом все Удачи, друзья, пока Увидимся в нем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!